Вы увлекаетесь эзотерикой. Какое отношение эзотерика имеет к выбору профессии и зарабатыванию денег? Вот вопрос. Ну, во-первых, смотря что называется эзотерика, сегодня модно это слово эзотерика, все называется эзотерика или в крайнем случае экзотерика. Неважно, дело не в том, как это называется, а главное, что это такое. Ну, вот, если кто обратил внимание, правда, плохо видно, вот там картинка висит, да? И здесь две личности изображены, ну, надо мной, естественно. Вот. Одна личность, которая имеет прямое непосредственное отношение, там может быть плохо видно, это богиня Лакшни. Вот. Видите, да? Значит, вот у нас богиня Лакшни. И, собственно, картинка к этому, давайте поближе, значит, у неё вот тут мешочек, не мешочек, а корзина, я знаю, чар с деньгами. То есть, это богиня благосостояния. Это и есть один из вариантов, что мы называем эзотерика. Значит, это медитация на богиню Лакшни, она у меня есть гораздо больше в варианте. Я просто покажу фигурки, которые, да, ну, собственно, в этой же триаде есть Ганеш, да, вот Ганеш. Он устраняет все препятствия к бизнесу, это в большей части по бизнесу. И есть ещё одна, вот у меня это всё находится на моём рабочем столе. Рабочий стол, я имею в виду не компьютер, а стол, на котором стоят компьютеры, их очень много здесь. Ну вот, видите, да, здесь может быть, да. Вот эта личность называется Кубера. Кубера, ну, такая благообразная, такая похожая на Буту, такой улыбающийся, толстенькие щёчки, пузико такое симпатичное. Вот, он казначей, он казначей Всевышнего, он деньги, значит, заведует казной. Значит, есть определённые мантры, есть определённый настрой. То есть человек не только должен заниматься техническим трейдингом. Мы сейчас говорим про, в курсе идёт технический трейдинг. Только технический, с элементами, я называю это школой жизни. Хотя, в принципе, это формально, это биржа и как зарабатывать деньги на бирже. Но, с другой стороны, кто зарабатывает деньги на бирже? Человек, верно? Это же не робот. Поэтому, тут много нюансов. Настрой, да, человека, его характеристики, параметры и его персональные периоды, когда ему трейдить не надо, да? Допустим, да? Ну, женщинам это имеет отношение, но не надо их трейдить. Есть определённые циклы, допустим, 15-20, какой-то, 9-й день лунный суток, называется Акадыш, да? Когда не надо трейдить в это время, когда в субботу нужно, не надо думать о трейдинге, не надо делать какие-то программы, связанные, кроме как реалости, кроме как недвижимость. Почему? Почему? Это энергия этого дня, это энергия одного из высших существ, бога Сатурна, допустим, правильно? Ну, вы видите, есть вещи, о которых вы первый раз слышите, но они имеют очень и очень прямое отношение. Поэтому у нас есть money management, в курсе есть урок, у нас есть психологическая настройка, психология трейдера, у нас есть урок, а не просто голый технический трейдинг. Посмотрите, при прочих равных, да, есть люди, которые получают бенефиты, а при прочих равных такой же человек, точно такой же человек ничего не получает, наоборот, он проигрывает. Почему? Вопрос. Вот. У нас сегодня показал человек, который сколько? У нас месяц прошел занятие. Три занятия, завтра будет четвертое занятие. Ну, да, да, месяц. Да, Андрей, который у нас в чате присутствует, он заработал 35%, да, на свой инвестмент. 1600, там, с чем-то долларов за сколько? За три недели, которые он только начал заниматься? Ну, сколько начал? Мы еще не подошли и вообще, ну, совсем чуть-чуть. То есть главное сейчас будет, да, мы к нему даже еще не подошли, а он уже получает благодаря каким-то общим, каким знаниям. Это, ну, о чем это говорит? Это не говорит о том, какой он молодец, это говорит о том, что человек хочет получать, он получает, настрой хороший, вот и все. Поэтому это очень важный момент, который надо учить. Это мы проходим на курсе, и не только на курсе, не обязательно идти на курс, чтобы это делать. То есть можно получить другие альтернативные способы. Я могу объяснить, о чем это речь? Сергей, надо или потом, или позже? Ну, давайте, да, в принципе, давайте мы как раз-таки разберем альтернативные способы заработка, да, то есть то, что вы говорите. Еще раз, речь идет не о бирже, но вот смотрите, к примеру, да, еще раз я вернусь к спекулянтам, которых, так сказать, о БХСС, я помню, была такая контора, да, которая хищениями. Человек из, ну, вот был недавно фильм, кстати, прошел, там Патеренко играет, ну, правдивая, кстати, история, когда из отходов они шили какие-то очень красивые вещи. Я помню, я сам помню, я захожу в ГУМ, уже будучи здесь, правда, приезжая когда-то, захожу в ГУМ и смотрю на товары. Например, Гомельский там завод, ну, Минский, там Гродненский там завод, Минский завод, там численные эти фабрики, я помню эти кошмарные чемоданы, которые все это было. Но были моменты, когда действительно там что-то было, но все это было, оно где-то так из-под полы все расходилось, вот, то есть все это называлось спекуляцией, за это сажали, чуть ли не расстреливали, расстрелянная статья была, да, если ты там накопил, там насобирал столько денег. Здесь, у нас, за это и в это же время в Америке говорили, какой он молодец. Все то же самое, там сажали и расстреливали, да, а здесь, это не значит, что здесь замечательно и хорошо, просто надо же, все должно быть равномерно, поэтому сегодня, слава Богу, все изменилось, сегодня уже можно как бы получать без всякого всего. Так вот, смотрите, приведу простой пример. Человек хочет получить на халяву. Ну, нет такого понятия на халяву, ну, нет такого понятия. Это присуще нам всем, но как нас воспитало социалистично, будем говорить, действительно, к сожалению. Вот. Здесь по-другому все. Здесь все знают, что чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. Это называется инвестмент. Инвестмент имеется в виду в себя, да, в себя. Чем больше ты получишь знания, тем больше ты можешь, ну, и получить, и отдать. Вот и все, цель. Поэтому, к примеру, есть целая индустрия так называемых посредников, что считалось и считается очень негативным. И вот мы с Ольгой Викторовной, как мы все говорили, и пример такой. А зачем нам посредники? Зачем нам этот центр Сенгельса? Мы давайте найдем Елену Порецкую или там кого-то там еще и напрямую пойдем без посредников и получим на халяву. Ну, не на халяву, это намного дешевле получим. Ни один американец себе такие вещи не позволит почему-то, да. Оказалось бы, выгодно. Почему? Ну, существует правило, которое нацебляет. То есть он попросит личный какой-то контакт только через центр, где он познакомился с этим человеком. Ну, такой порядок. И вот, значит, что происходит. И пример такой. Где вы покупаете хлеб? На хлебобулочном заводе или в магазине? В магазине. А водитель, он кто? Он же посредник. Он же перевозит хлеб, да. Это же его зарплата. Он же получает зарплату от этого хлеба, который мы покупаем. Кассиры получают, зарплат получают, товаровед покупают, получают и все получают. Они все посредники. Ну, закон такой. Вот. Почему-то мы об этом забывали. Так вот, существуют посредники, да, которые являются армией агентов. Армией агентов. Их огромное количество. То, что сегодня уже есть в Высшем Советском Союзе, да. Агент какого-то другого человека. Ну, то есть существует мировая практика. 10% получает селсмен. Значит, очень просто. То есть есть предприятие, которое производит что-то. Магазин, допустим, да, бутин. Значит, есть агенты, которые идут и потребителям, потенциальным покупателям. И говорят, есть совершенно потрясающий магазин, который производит такие красивые вещи. И по такой цене, классные, да. А человек же не знает. Ну, не все же можно сказать. Магазинов-то много. Он говорит, а как, что? А ты вот, мол, позвони. Человек звонит, приходит в магазин, покупает. И тот, который его как бы послал, получает 10% этого товара, к примеру, да. А товаров-то много. А магазинов-то еще больше. Поэтому вот целая индустрия людей, которым не надо никаких профессий. И сегодня, смотри, сколько людей сегодня потеряли работу в связи с этой пандемией, в связи с другими какими-то условиями. И что им делать? Ретро-агранное мышление не позволяет. Они не могут. То есть у меня было много случаев. Приходит человек и говорит, ну, как дела? Ой, работу потерял. И что ты делаешь? Пишу резюме, и ищу новую работу. Опять потерял. Третий раз потерял. Подумай, если ты три раза потерял работу. Может, тебе эта работа не нужна? Может, тебе нужна другая работа? Нет, он продолжает искать эту работу. Ну, и так далее. Поэтому, ну, надо поменять где-то. В своих мозгах. Надо знать, кто ты есть, для чего ты способен. Опять мы возвращаемся к самому началу. Как это узнать? Но поменять можно все. Вот и все. Только нам надо вычислить. И во все времена были учителя. Они и есть. Надо их искать. А как найти учителя? Ну, значит, когда ученик готов, появляется учитель. Такая поговорка есть. Вот. Ну, это один из вариантов, как начать зарабатывать. Ну, про биржу мы уже сказали. Там можно получать. Тем более, сейчас мы перейдем, наверное, к самому интересному. Ну, это пейцы. Да. Это болезнь.